Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о коляске. Так скажем, вот сейчас в преддверии зимы родители начинают искать, у кого дети попадают в зиму, новорожденные, искать коляску максимально теплую, особенно в нашем регионе, в Питере, в том же, например, коляску, которая максимально хорошо будет защищать ребенка от непогоды, то есть закрытую полностью коляску. И у Эспиро есть эта колясочка, она называется Буэна. И, наверное, это одна из самых заряженных на зиму колясок, которые я только знаю. Еще есть одна колясочка Эспиро Хаски XL, очень тоже максимально похожа на эту колясочку. Скоро выйдет на нее отдельный обзор и после чего выйдет сравнительный обзор этих двух колясок. Я это к тому, что это самые подготовленные, как по мне, коляски на зиму, на такую лютую зиму. Потому что здесь для этого есть все. Давайте я перечислю, что в комплекте для этого идет. Например, чтобы у родителей не мерзли руки. Идет муфта для рук. Я покажу ее. Идет, кстати, теплый конверт прогулочный блок. Здесь такой достаточно толстый матрасик и дождевик на прогулку и на люльку. Встроенные, кстати, здесь москитная сетка, встроенная в прогулку, в люльку. В общем, с этим все хорошо. И получая вот этот весь комплект, вы, получается, уже ничего докупать не нужно вам на зиму. Конверт действительно теплый есть. Муфта на руке тоже есть. А если вы посчитаете, сколько это все отдельно докупать, а здесь это вы уже, по сути, в подарок получаете, то это выгодное в то же время еще и предложение получается. И рассмотрим сегодня комплектацию 2 в 1. Начнем, естественно, с люльки. Здесь, кстати, что мне нравится, отражающие полосочки, сделанные. О безопасности они тоже подумали, что вечером при свете фар она светилась. Вот. Начнем с козырька. На козырьке есть удобная ручка для транспортировки колясочки. Причем здесь нету под этой ручкой щели внутрь в колясочку. Есть вот такой дополнительный бортик. Он вот так вот легко убирается. Так. Давайте посмотрим, что еще умеет козырек. Можно вот так вот открыть. Дополнительная секция у нас появляется. И можем ее сделать еще и вот так. Поэтому, если сильная непогода, метель, еще что-то, вы здесь можете закрыть ребенка так, что туда, в принципе, невозможно физически, чтобы что-то попадало, задувало. Можно, кстати, если нужно, все-таки проверить, открыть дополнительную секцию. Вот. И ребенка летом, в принципе, проветрить. Что касается накидочки вот этой передней. Здесь вы видите, что она имеет вторую часть, которая поднимается вот так вот наверх. Здесь, кстати, все на магнитах фиксируется. И если мы вот так поднимаем вверх, ребенок полностью становится закрыт. Вообще, от любой непогоды, по сути. Коляска же непродуваемая, поэтому все хорошо. В общем, она максимально подходит для очень плохой погоды. Вот эта накидочка держится у нас на замочке. И это мне очень нравится, потому что по бокам я открываю и попадаю к ребенку. Вот сама, соответственно, люлька. Очень толстый, классный матрасик. Кстати, наклон люльки можно отрегулировать. Если мы тянем вот здесь вот за вот этот тросик, спинка здесь начинает подниматься. Очень прикольно. Вот эта штучка здесь не просто так. Здесь можно взять вот так вот. Сейчас, секундочку. Вот так вот открыть. И если в лето попадаем, проветрить. И отсюда, если ребеночек на животе лежит, у него открывается неплохой вид. Но правда через черную сеточку, но все равно он будет видеть. И если ребенок в зиму попадает, а сейчас, по сути, уже мы в преддверии зимы находимся, если вы сейчас будете приобретать, здесь есть вот эта вот штучка. В принципе, вот этого более-менее достаточно, если мы здесь закроем. Но у нас все равно остаются маленькие зазорчики по бокам. И чтобы ребенку вообще ничего не поддувало, вот эта вот часть, она имеет здесь замочек. И она пристегивается здесь вниз, под матрасиком, под обивочкой. И закрывает полностью ребенка, чтобы ему не поддувало вообще ниоткуда. Вот о такой мелочи позаботились. Есть компании, у которых есть вот такая опция, как открывание здесь, но нет вот этой дополнительной стеночки, скажем так. Назовем ее так. Поэтому максимально подходящая для зимы колясочка. Здесь тоже маленький небольшой кармашек есть сверху. Вот здесь вот маленький кармашек. В общем, я не знаю, мне придраться очень сложно к этой люльке. Вообще к этой коляске здесь все очень хорошо сделано. И еще есть родители, которые не любят, когда люлька имеет вот этот люфт. Но это нормальный люфт, он в 99% есть. Но есть некоторые, которых это раздражает. Вот для таких родителей здесь есть конструкция. Снизу упор, распорочка такая, фиксирующая люльку к раме. И тем самым у нее пропадает этот люфт. Вот тоже интересная опция для жесткости такой всей конструкции. Так, собственно, закончили мы с вами ее смотреть. Давайте поставлю прогулочный блок и его посмотрим. Но перед этим заглянем сюда. Вот видите, вот эта распорочка, о которой я говорил. Вот она, если что, складывается. И также у нас есть ножки для того, чтобы ставить ее на землю и не бояться повредить. Так, давайте изучим с вами прогулочный блок. Вот куда я его убрал. Прогулочный блок, друзья, здесь царский. Козырек, естественно, реверсивный. И по ходу, и против хода можно ставить, само собой. Здесь козырек также имеет дополнительную секцию. Она уже выдвинута, потому что все в основном ее выдвигают, так и оставляют. Также есть москитная сеточка, кошечка закрывающаяся. И на магнитике, причем не просто так она болтается. Козырек большущий. Вот так вот, если мы полностью возьмем, раскроем градусы, кстати, давайте посмотрим. 115 сидим, 170 лежим. Более чем достаточно. 115 капитанская такая посадочка нормальная. Вот, кстати, вес вот с этим сиденьем 14,5 килограмм, а с люлькой 13,8 килограмм. И люлька, кстати, 72 на 32. Очень большая вместительная люлечка. Так, ну и 22 килограмма ребенка выдерживает. И еще 58 сантиметров. Кстати, ширина колесной базы вы везде проедете, нигде не застрянете. Я имею в виду, бывают лифты узкие. Здесь такой проблем вообще, в принципе, нет. Так, вот здесь на задней стеночке у нас есть вот такой кармашек. Вот эту стеночку мы можем вот так вот поднять. Здесь тоже магнитики. И если летний ребенок, то можно проветривать. Вот, прогулочный блок действительно классный. К сумочке мы вернемся. Посмотрим, давайте с вами на сиденье. Сиденье прикольное. В комплект, видите, входит вот этот матрасик. Он мягкий, очень приятные ткани. Вообще ткани здесь хорошие, без претензий. Так, на плечевой зоне есть мягкие накладки на ремнях. На паховой зоне есть мягкие накладки. Бампер у нас как калиточка откидывается для посадки. Все хорошо. Он обит эко-кожей как на ручке, так и на бампере. Подножка у нас, естественно, регулируемая. Здесь вот эта часть прорезинена, чтобы легко было мыть. Потому что там ножки, там грязно, по-любому так и будет. Так, что касается ручки. Ручка здесь имеет возможность регулировки по наклону, по высоте, в очень широком диапазоне. Не знаю, даже ребенок пятилетний может ее катать. Поэтому с положением здесь проблем не будет никаких. Кстати, в прогулочном блоке на спинке тоже есть вот такой кармашек-органайзер своего рода. Так, давайте немножечко перед тем, как посмотрим раму, посмотрим на сумку и на все вот эти вот подарочки, которые вам производитель дает. Вот, здесь даже есть в сумке пеленальник, если вы где-то окажетесь и нужно будет пропеленять ребеночка, здесь он есть. Естественно, непромокаемый, само собой, ну, правильно. Вот, дождевички. Само собой, я уже вам говорил. Подстаканник, который тоже идет в комплекте. Ну, вы считаете, все это отдельно покупать, это приличная сумма набегает. Здесь вы все это получаете. Здесь сумка, это как рюкзак. Есть ручка, но именно она выполнена в виде рюкзака. Тоже кармашков куча и внутри отсеки, в общем, само собой разумеющийся. Сумка здесь, рюкзак, точнее говоря, очень прикольный. Много кармашков, есть даже внутренний карман, чтобы если какие-то важные там деньги, документы, телефон, было не в легком доступе спереди, а сзади есть и такая вот опция. А в багажнике здесь у нас лежат все вот эти вот дополнительные плюшки, которые вы получаете. Багажник, кстати, здесь очень большой, вместительный. И закрывается крышкой. Так, это у нас накидка. Накидка на ножки идет и в прогулочном блоке тоже. Она тоже теплая, большая. Внахлёст закрывается с ножками снизу на подножке. И ребенок получается хорошо плотно закрыт со всех сторон в прогулочном блоке. Тоже круто. Вот муфта на руки. Вот, собственно, вот так у нас мы и пользуемся. Предварительно продев ее через... Ну, она здесь вот получается на кнопочках. Мы ее просто вот так одеваем. И, соответственно, руки у нас с вами не замерзнут зимой. Закрывается по бокам плотно, не поддувает. В общем, классная, уютная муфточка. Так, что у нас там еще? Конверт. Конверт, друзья, мы здесь в первой коляске имеем в ассортименте много разных конвертов. И у нас есть чем сравнить. И, соответственно, могу сказать свое мнение, что вот этот конверт, который здесь идет вам, скажем так, в комплекте, в подарок, он абсолютно ничем не уступает, а во многом даже интереснее, чем много конвертов ценой там 5-10 тысяч рублей. Например, вот конверт действительно теплый, закрывается в нахлёст ножки, нигде не поддует, ничего. Конверт действительно прикольный. Вот, с возможностью зафиксировать его получше, как коляске. В общем, друзья, вот комплектация, как по мне, тут просто очень-очень жирная. Так, теперь давайте посмотрим на раму. Что касается рамы, друзья. Здесь у нас вообще этот бренд, мне очень сложно к нему придраться, потому что очень-очень хорошая у них история по гарантийным каким-то моментам. Их, в принципе, очень мало я к этому. Очень надежная конструкция у коляски, сборка очень хорошая. И даже если что-то происходит, сама компания очень лояльна клиентам и решает быстро вопрос, если уж что-то там где-то и случилось. В общем, в этом плане нам очень нравится этот бренд. Вот. И с этим вообще всё хорошо. Вот, смотрите, всё металлически подогнано хорошо. Колеса здесь просто резиновые, но с очень мягкой амортизацией, что спереди, что сзади. Коляска очень плавная и тихая. Ход у неё очень приятный. Так, тормоз оба раза сверху. Тормозим, сверху нажимаем. И с тормоза снимаем, тоже нажимаем сверху. Вот, видите, багажник очень мистительный, большой и закрывается полностью с чужих глаз. Это здорово. Так, давайте теперь посмотрим, как складывается эта колясочка. Убираем прогулочный блок. Так, на место. Берём пока. И что нам нужно, чтобы сложить коляску. Здесь есть такие вот, как курки, которые одновременно нажимаем. И вот так она складывается. Смотрите, в принципе, вы можете и прогулочный блок оставить здесь на месте. И получится достаточно компактная конструкция, сложенная вместе с блоком. Вот. Если позволяет размер, то, в принципе, можно и так. Если, как бы, не влезает, лучше разделить, конечно. Но можно, в принципе, вот так компактненько вместе и сложить. Собственно, как по мне, складывается она, как большинство подобного рода колясок. Претензий у меня здесь вообще, в принципе, нет. Сейчас поставлю люлечку вам сюда. Вот. И по качеству, друзья, я уже вам сказал. Очень хороший бренд. Я сейчас не пытаюсь её вам рекламировать абсолютно. Просто, когда мне нужны были коляски для моих детей, я рассматривал и эту компанию тоже. И причём очень пристально. Но так как у нас дети всё-таки больше летние, я такую слишком заряженную для зимы не стал уже, соответственно, покупать. Но вот сейчас, вот сейчас, в преддверии зимы, как минимум, очень-очень задумался бы и смотрел ей подобные колясочки. По дизайну такая нормальная классическая колясочка, которая не вызывает отторжения. Кому-то очень нравится, кому-то нет. Это уже дело вкуса. Но если во главе угла ставить комфорт ребёнка, то здесь я, наверное, бы, как минимум, очень внимательно её изучил. И экономия налицо, потому что столько всего вы получаете подарочек. Поэтому, если коляска заинтересовала, обзор вам понравился, кстати, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, если у вас какие-то вопросы остались. А я напоминаю, что ссылка внизу, в описании, на эту колясочку. Если понравилась, соответственно, смело можете заказывать. Но я лишь хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор колясочки для вашего ребёнка. И удачи на дорогах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok